Республиканцы Газета Бильд. Орбан призвал Евросоюз наладить отношения с Россией, потому что цитата «Интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет». Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за мирного турне Орбана. Лукашенко стрелять – это крайний метод, надо работать дипломатическим языком. США поддержат Украину, если та позовет Россию на второй мирный саммит. Реакция российского МИДа – это очковтирательство, так как указ о запрете переговоров с Россией все еще не отменен. Пентагон надеется заключить с Москвой новый договор о стратегических наступательных вооружениях через два года. Российский постпред при организации по запрету химоружия. Запад собирается обвинить Россию в его применении. Финляндия ограничивает прием беженцев на границе с Россией и установит забор длиной в 120 километров. Запрещенный террористический Азов выложил видео расстрела российского военнослужащего. Песков – фашисты есть фашисты, их надо уничтожать. Медведев – казнить, казнить и казнить. ООН проверяет свидетельство убийства. В Белгородской области с начала СВО погибли 200 мирных жителей. В Пекине начался третий пленум ЦК Кумпартии. Обсуждают проблемы в экономике. Главный из них – падение спроса и кризис на рынке жилья. 16 китайских компаний уличены в принуждении женщин к прохождению теста на беременность при приеме на работу. Гонконгский лидер Джон Ли призвал молодежь гнаться за своими мечтами, а не за государственным жильем. Нью-Йорк Таймс в Китай приедут представители Хамас и Фатх, в том числе для нормализации отношений между собой. СНН в НАТО обсуждают возможную национализацию китайских портов и компаний в Европе. МИД Индии вызвал посла Украины из-за критики визита МОДИ в Россию. Китай направил к спорным островам в Южно-Китайском море плавучий госпиталь ВМФ. На Филиппинах начались молебны Деви Марии во избежание войны с Китаем из-за территории. Россия нарастила поставки угля в Израиль и Саудовскую Аравию. Энергетические операторы Прибалтики через год отсоединятся от единой системы. С Россией и Белоруссией. Прибыль американского инвестбанка Goldman Sachs выросла в три раза. BlackRock тоже бьет рекорды под управлением фонда активов в 10 триллионов долларов. На биржах ажиотаж из-за ожиданий, связанных с искусственным интеллектом. Голландская Яндекс.НВ теперь меняет вывеску на Nebius Group и тоже сосредоточится на искусственном интеллекте. Касперский из-за санкций сворачивает бизнес в США. Центробанк приостанавливает публикацию статистики вне биржевого валютного рынка для борьбы с санкциями. Силуанов здесь нет связи с курсом рубля. С 1 ноября мужчины призывного возраста не смогут брать кредиты. Банкиры жалуются на нечеткость правил. С начала года микрокредитные организации выставили на продажу рекордный объем долгов – почти 60 миллиардов рублей. Причина – резкий рост закредитованности населения. Вносятся поправки в закон о связи. Пополнить баланс телефона наличными и купить симку можно будет только с паспортом. Правительство предложило расширить основания для включения в список экстремистов. В Бурятии авария на гусиноозерской ТЭЦ – больше 100 тысяч без света. На юге страны введены энергоограничения из-за аварии на ростовской атомной станции. Работники компании «Бомбардье» в Торонто добились нового соглашения после 18-дневной забастовки. Продолжается забастовка 14 тысяч сотрудников Диснея в США. Они требуют повышения зарплат. В Чили протестуют почти 12 тысяч работников Walmart в требованиях выплаты премий, повышения зарплат и заключения новых контрактов. В Бангладеш – массовые демонстрации и стычки с полицией из-за нового трудового законодательства. В Кении возобновились протесты против президента Рута и его реформ. Минпросвещение предложило проводить в школах Олимпиаду по основам безопасности и защиты Родины. Москва внедряет Wi-Fi с фильтрацией трафика в интересах силовиков. Подряд на полмиллиарда получила МТС – олигарха Евтушенкова. Блогер Васильев со ссылкой на контакты во власти пообещал запрет Ютуба с сентября, если тот не уступит и не вернет удаленное. Под Волгоградом участник СВО стрелял под детям, включившим музыку на улице. Один ребенок ранен. В уральском городе Кушва осталась всего одна бригада скорой помощи. Остальные были уволены или ушли сами под давлением. Имам Казанской мечети рассказал, как правильно побивать жену. Когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, а от локтя, маленькими ударами, аккуратно дать понять человеку, остановись, ты делаешь неправильно. И что муж уже недоволен, что он уже дошел до того, что он уже поднимает руку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова